МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Ветром сдуло, почему барнаульские общественники опасаются за будущее дендрария Института Лисовенко. Взгляд со стороны сотни архитекторов со всего мира съехались в Барнаул на фестиваль зодчества. Силами старой гвардии, когда и где в Барнауле появится сквер семьи. Жительницу Барнаула, обвиняемую в шпионаже в пользу России, будут судить в США. Первые слушания по делу Марии Бутиной пройдут уже сегодня. Девушке может грозить до пяти лет лишения свободы. Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне. Ее подозревают в том, что она, находясь в Соединенных Штатах, развивала отношения с американцами и получала доступ в организации, которые оказывают влияние на американскую политику для продвижения интересов России. Предполагается, что Бутина скрыла тот факт, что она агент российского правительства. По материалам дела, сообщает газета РУ, Бутина продолжительное время выполняла в США распоряжение представителя бывшего российского парламентария, в настоящее время высокопоставленного сотрудника Центробанка, который находится под санкциями Минфина США. Вероятнее всего, пишут федеральные издания, речь идет о зампреде Центробанка Александре Торшине, бывшем вице-спикере Совета Федерации. Следственный комитет края начал проверку по сообщению СМИ о смерти молодого мужчины, который скончался по дороге из туркомплекса «Бирюзовая Катунь» в Барнаул. Сообщение об инциденте появилось на одном из информагентств в интернете. По словам автора комментария молодого человека, накануне его отъезда из туркомплекса осмотрели медики, но они не нашли оснований для госпитализации мужчины. Сейчас действия медицинских работников оценивают правоохранители. Мы добавим, что похожий случай произошел в крае в 2015 году. На озере Ая умер мужчина, которому отказалось ехать скорая помощь. И очередная трагедия на воде. В Завьяловском районе края утонул 14-летний мальчик из Кемеровской области. Подросток вместе с родителями отдыхал на озере Кривое. В момент трагического случая ребенок находился в воде один. Увидев отсутствие сына, родители незамедлительно начали поисковые мероприятия, впоследствии обнаружив ребенка в воде на расстоянии около 15 метров от берега. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мальчика. Подчеркнем, с начала лета это уже седьмой случай гибели несовершеннолетних на водоемах края. Неделю назад на реке Бия утонул 13-летний подросток. Его тело нашли лишь на третьи сутки после несчастного случая. А в конце июня на реке Чумыш утонула пятилетняя девочка. По этим и другим трагическим случаям на воде Следственный комитет края проводит проверки. Правоохранители убедительно призывают граждан к бдительности. Напоминают, что нельзя купаться в несанкционированных местах, оставлять детей на водоемах без присмотра и отпускать их от них на водные аттракционы. К другим темам. Более трехсот архитекторов, городостроителей, специалистов по городской среде со всего мира съехались сегодня в Барнаул. Здесь стартовал 18-й межрегиональный архитектурный фестиваль зодчества в Сибири. Илья Кочетков побывал на его открытии и узнал, что интересного могут узнать специалисты и обычные барнаульцы ему слова. Организаторы говорят, вообще-то фестиваль, которому в этом году исполнилось 18 лет, называется «Зодчество восточной Сибири». Но, решив провести фестиваль не в Иркутске, как обычно, а в Барнауле, даже изменили название на более общее «Зодчество в Сибири». Основная роль его при этом осталась неизменной. Для архитекторов Сибири мы предоставляем площадку, где они могут пообщаться с крупнейшими архитекторами России, а иногда и с зарубежными архитекторами. Пять насыщенных дней, мастер-классы, выставки, круглые столы, лекции, обсуждения, даже гастрономические культурные программы с дегустацией национальных кухонь Алтая. Более 300 участников съехалось со всей страны. Из зарубежных гостей архитекторы из Китая, Ирака, США. Особый гость – Кристаль Руссель, хранитель культурного наследия Министерства культуры Франции. Два года назад она уже была в Барнауле, изучая комплекс сереброплавильного завода. Теперь вернулась, чтобы поделиться опытом, как на ее родине стараются сохранить объекты культурного наследия. У нас начали заботиться о культурном наследии раньше, чем в России. Поэтому мы прошли большой путь, но проблемы остались. Свои лекции я расскажу, приведу несколько примеров, как во Франции, в Европе находят средства для сохранения не только красивейших зданий, о которых у обывателей не возникает вопросов, что их нужно сохранять, но и объектов индустриальных, бывших заводов. Расскажу, как к ним обратить внимание людей и бизнеса. Как сохранить барнаульскую спичку и ей подобные объекты, планируют обсудить неоднократно. Также запланирована встреча с кинооператором Анатолием Заболоцким, снявшим все основные фильмы нашего земляка Василия Шукшина. Гость расскажет о малоизвестном факте дружбы Шукшина с Константином Мельниковым, классиком советской архитектуры. Лекция состоится завтра, и, как все открытые мероприятия фестиваля, будет бесплатной. Сегодня же в выставочном зале музея «Город» открылся показ архитектурных проектов, заявленных на конкурс фестиваля. Изюминка конкурса – детские работы, которые также оценит компетентное жюри. Сам фестиваль продлится до 22 июля, когда будут выбраны лучшие работы. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Районы, пострадавшие от урагана, 19 июня получат финансовую помощь. Почти 2 миллиона рублей будет выделено на эти цели из бюджета региона. Распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко. Как сообщает и официальный сайт правительства края, 1 миллион получит Крутихинский район, 870 тысяч направят в Первомайский. Деньги пойдут на ремонт школ, больницы и другой муниципальной собственности, которая пострадала от сильного ветра. Напомним, в июне в край пронеслось сразу несколько сильных ураганов. 19 числа смерч обрушился на село Буянку Тихинского района. Там создание школы сорвало часть кровли, выбило окна, разрушило стихия и дом культуры. Также пострадали дома местных жителей. В селе Поперечка стихия также оставила свои разрушительные следы в виде поврежденных крыш и поваленных деревьев. Но в Барнаульском дендрарии продолжают устранять последствия мощнейшего урагана. В конце июня стихия уничтожила там около 200 редких растений. Территорию закрыли на целый год, чтобы навести порядок. Но между тем, общественность Барнаула обеспокоена, что зеленые легкие города отдадут под застройку элитных домов. Напомним, такие опасения уже высказывались год назад, когда земля дендрария перешла в федеральную собственность. Тему продолжит Валентина Аскерова. Дальневосточная красавица черебуха Маака, европейский астролистный клен, североамериканская небесная ель. Коллекция барнаульского дендрария насчитывает больше полутора тысяч уникальных растений, завезенных со всех уголков планеты. Научный сотрудник дендрария Галина Синогейкина знает все названия, а также может рассказать интересные истории про каждый экспонат. Это приветливый клен. Посмотрите, когда ветерок дует, и он листочками машет, как будто приветствует вас. К сожалению, говорит Галина, поприветствовать посетителей этот клен сможет не скоро. В дендрарии после июньского урагана царит полнейший хаос. Во всей территории разбросаны сотни уникальных деревьев. Научные сотрудники, студенты, волонтеры и просто неравнодушные люди уже не первую неделю разгребают завалы. 121 растение это погибло, которое придется полностью убрать. Ну и плюс, конечно, сотни растений, у которых ветки сломаны, процентов 20 только убрано. Приводить в порядок дендрарий будут целый год. На это время его и закрыли, но некоторых барнаульцев это обеспокоило. Накануне в редакции раздался звонок. Жительница на горной части Барнаула, которая пожелала остаться неизвестной, высказала опасения. Что, если руководство не станет полностью восстанавливать дендрарий, ведь на это потребуется десятилетие, а просто продаст его частному лицу под застройку. Общественник Алексей Грибков давно следит за судьбой дендропарка. И опасения жителей считает не без оснований. Напоминает, подобные слухи уже ходили год назад, когда территория парка перешла в федеральную собственность. Но тогда все обошлось, дендрарий сохранили. К сожалению, опасения людей не беспочвенны. Такие факты, такие случаи регулярно происходят. И у нас, и в других регионах. Я тут полностью разделяю опасения жителей. Необходимо следить за этой ситуацией, осуществлять общественный контроль. Он самый действенный, самый эффективный. И не допускать попыток отчуждения, передачи частной собственности, какой-то застройки. Но опасаться нечего, заверили нас сотрудники дендрария. Главная задача сейчас – восстановить растения, а не уничтожать. Земля федеральная, поэтому мы не можем ей распоряжаться. Под застройку она никак не пойдет. Дендрарий откроют, прогулки будут. Пусть люди не боятся, не опасаются. В институте Лисовенко обещают, дендрарий будет открывать по мере восстановления. И первая часть откроется уже осенью, если, конечно, погода не помешает. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. Сразу в нескольких районах края объявлен карантин в связи с выявлением инфекционных заболеваний животных. В поселке Кировский Топчихинского района экспертиза показала, что мясо свиньи заражено трехинилезом. Заболеть животное могло от контакта с грызунами, которые являются переносчиками инфекции. В населенном пункте объявлен карантин на год. Недуг может быть опасен для человека в случае употребления в пищу зараженного мяса. Еще серьезнее ситуация сложилась в Краснощоковском районе. В поселке Мурзинка угроза бешенства. Несколько недель назад на одном из частных подворьей фермеры обнаружили дикую лесу среди стада коров. Как выяснилось, животное являлось переносчиком опасного заболевания. Тушу утилизировали, а ветеринары провели профилактику. Проведена дезинфекция подворья, проведена диротизация подворья. Все виды животных, которые имеются в этом населенном пункте, восприимчивые животные, все привиты против бешенства. Это в пределах 250 голов, включая собак, кошек, крупнорогатый скот, мелкорогатый скот и лошади. Если в течение двух месяцев в районе не будут зарегистрированы случаи бешенства, карантин снимут. Ну а пока население предупреждено о необходимости контроля за привитыми животными. Продолжаем. Сегодня в правительстве региона вручили 150 дипломов выпускникам губернаторской программы, которая готовит кадры для сферы малого и среднего предпринимательства края. Опыт, знания, какая-то новая информация, без сомнения, будут вами использованы в том, чтобы достигать тех планов, которые, я знаю, уже у вас есть. За один учебный год студенты освоили программы финансовое и правовое обеспечение. Позади более 500 академических часов в 4 сессии. Возраст выпускников от 30 до 50 лет. Все они уже действующие бизнесмены, владельцы магазинов, салонов красоты, сотовой связи, медицинских центров. Все студенты сдали сессию на хорошо и отлично. У меня не хватало практических знаний в области финансового, управленческого учета, налогов и так далее, потому что профильное мое образование другое совершенно, математическое. И какие-то вещи приходилось опытным путем понимать, осваивать. За 9 лет такие же дипломы получили более тысячи человек. Большинство из них остаются в сфере бизнеса. Только в прошлом году предприниматели края заплатили в бюджет страны более 14 миллиардов рублей. В Крайовой столице появится сквер семьи. Зеленую зону создают на территории парка Смертина. Причем строители не по образованию, а по призванию бойцы отряда Старая гвардия. Мужчины и женщины, которые в 70-е годы в рамках студенческих строительных отрядов возводили в крае школы, совхозы и элеваторы. Сквер семьи станет первым объектом Старой гвардии в Барнауле, рассказывает Анастасия Дороган. Они не виделись с юности, но неловкого молчания в такой компании нет. Объединяет прошлое. Студенческий строит ряд пединститутов 70-х. Парнями они выезжали на работу даже в горную шорию Кемеровской области. Но череду объектов после себя оставили на Алтае. Бетонная работа, кладка, приходилось делать все. В основном мы работали с силозавьяловой, строили вспомогательную школу. Мы были на Яровом химзаводе. Вот те ребята, которые здесь, вот те ребята, с которыми мы и в общежитии проживали. И вообще это классный вариант, кто пригласили, встретились, вспомнили. Ну, махнуло 40 лет, это не так-то мало. Все 17 взрослых бойцов вступили в новый строит ряд Старая гвардия, чтобы чаще видеться и пользу городу приносить. К работе приступили сегодня же. На 150 метрах сквера соорудят клумбы с подсветкой, альпийскую горку, навес для растений, проведут обрезку деревьев и установят три больших камня с надписями. Вера, надежда, любовь. И на одном еще будет табличка, где будет гравировка, лазерное название института, либо университета, факультета и название строит ряда. Так увековечат имена создателей сквера. И это будет первым посвященным студенческим отрядам знаком на Алтае. Край, который внес немало в развитие этого молодежного движения. В 64-м году появились первые отряды на Алтае. Говорит о том, что традиции достаточно прочны. И что самое приятное, то, что сегодня они получили второе дыхание. И отряды Алтайского края вновь по итогам 17-го года признаны лучшими в стране. Это большая гордость для нас. Ну и как бы объективная оценка тех усилий, которые мы все вместе прикладываем к возрождению этого прекрасного движения. По задумке организаторов, будущее «Зеленая зона» станет популярным местом семейного отдыха. Для малышей даже установят песочницу. Если позволит погода, сквер появится уже на следующей неделе. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству. Атероклифит. Натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит. Фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. В четверг в крае переменная облачность. В отдельных районах возможны дожди. В Бийске и Рубцовске до 26. Алейске, Заринске и Славгороде 25. В Барнауле ночью 18. Днем возможен дождь. Ветер северо-западный умеренный. И до 26 выше ноля днем. Это все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения вам. До встречи в эфире.